МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если человек имеет одну квартиру, семья имеет одну квартиру, она может быть сколь угодно большой. Если две и более, то считается общей площадью. Не более 24 квадратных метров на одного члена семьи. То же касается жилого дома. Если этот дом жилой один, в сколь угодно площади. Если несколько домов, не более 40 квадратных метров на одного члена семьи. То же самое касается нежилых помещений, садовых участков и автотранспортных средств. При этом совместное проживание с бабушкой и дедушкой на размер выплат не повлияет. Их имущество в расчет не берется. Кроме того, если ранее эта социальная выплата была единой и составляла 50% от прожиточного минимума, то теперь к расчету применяется дифференцированный подход. Если прожиточный минимум семьи, даже с учетом уже выплаты, которая ему производится, все равно не достигает величины прожиточного минимума на семью, тогда выплата будет составлять уже не 50%, а 75%. Если и с учетом выплаты 75% опять не достигает величины прожиточного минимума на семью, тогда выплата на ребенка будет составлять уже 100% прожиточного минимума на ребенка. С 1 апреля на портале Госуслуг можно подать заявление на перерасчет. Чтобы эта процедура прошла максимально быстро, сотрудники органов соцзащиты настоятельно рекомендуют внимательно заполнять документы.